Здравствуйте! В этом видео я расскажу, что такое карбамид, он же мочевина, зачем он нужен растениям, как правильно его применять для комнатных и садовых цветов, чем отличается опрыскивание по листу от полива и как не навредить. Я когда-то раньше думала, что карбамид – это что-то из химии, из лаборатории, где в белых халатах работают серьезные ученые. А потом оказалось, что это одно из самых простых, доступных и эффективных удобрений, которое теперь обосновалось у меня на полке рядом с янтарной кислотой, эпином и старой доброй золой. Карбамид, он же мочевина, это универсальное азотное удобрение. Его любят и огородники, и цветоводы, и даже садоводы, которые поначалу относились к нему с опаской. Ну, знаете, как бывает, увидели на упаковке слово мочевина. И сразу представили какую-то жесткую химию. А на деле это соединение, которое легко растворяется в воде и помогает растениям расти, цвести и быть крепкими. Когда я только начала свое увлечение комнатными растениями, то про карбамид слышала краем уха, а потом у моей старенькой пеларгонии вдруг остановился рост. Стоит, как будто замерла. Я уже и пересаживала, и освещение меняла, и полив корректировала. Ничего. И вот однажды в разговоре с одной опытной женщиной, которая занимается орхидеями, я услышала, а ты карбамидом пробовала? С тех пор это мое секретное оружие. Особенно весной и в начале лета, когда цветы просыпаются, наращивают зеленую массу и как будто просят, дай нам силы. Что такое карбамид или мочевина? Карбамид – это гранулированное удобрение белого цвета. Иногда его еще называют мочевина, но это одно и то же. В нем примерно 46% чистого азота, и это делает его самым концентрированным азотным удобрением из всех доступных. Причем азот в нем содержится в амидной форме, и это значит, что он усваивается постепенно, без рывков. Главное преимущество карбамида – он мягче, чем, скажем, аммиачная селитра. Он не обжигает корни, конечно, если все делать правильно, и при этом он дает отличный толчок к росту. Когда применять карбамид? Азот – это, по сути, строительный материал для растений. Без него не будет ни крепких стеблей, ни пышной листвы, поэтому карбамид особенно нужен в следующих случаях. Первое. Весной и в начале лета, когда у растений начинается активный рост, они наращивают зеленую массу и готовятся к цветению. Второе. После зимовки или длительного покоя, чтобы помочь растениям быстро проснуться и набрать сил. Третье. При явных признаках азотного голодания, когда листья становятся светло-зелеными или даже желтоватыми, особенно у старых листьев снизу. Появляется вялость, тормозится рост, а новые побеги выходят слабыми и тонкими. У некоторых растений края листьев начинают подсыхать, а между жилками появляется мраморный рисунок. Это все говорит о том, что растению не хватает азота, и здесь карбамид может быстро помочь восполнить дефицит и вернуть растению силу. Четвертое. После болезни или пересадки. Когда растение ослаблено, перенесло стресс или только начинает адаптироваться на новом месте. Важно дать ему время прийти в себя. На восстановление уходит примерно 10-14 дней, и только потом можно аккуратно поддерживать его карбамидом. В этот момент у растения уже появляются новые ростки или листочки, и именно тогда азотная подпитка помогает ускорить рост, укрепить зеленую массу и вернуть силы. И главное не спешить. Если дать удобрения слишком рано, можно перегрузить корни и только усугубить ситуацию. Пятое. При нехватке листвы или слабом росте у комнатных и садовых цветов. Когда растение вроде бы живо, но его рост словно замедлился, стебли тонкие, листочки мелкие или их вообще мало, а новые побеги появляются неохотно или совсем не появляются. Особенно часто это случается у цветов после зимовки или при нехватке освещения. В таких случаях карбамид может стать хорошей поддержкой. Он стимулирует рост новых листьев, укрепляет побеги и помогает растению вернуться к активному развитию. Но тут есть нюанс. Если переусердствовать с азотом, особенно в конце лета, то растения начнут жировать, пойдут в листья, но откажутся цвести. А еще это может снизить их устойчивость к болезням. Поэтому карбамид это как витамины, важны, но в нужной дозе и в нужное время. Применение карбамида для комнатных растений. А теперь самое интересное, как я применяю карбамид у себя дома. Для комнатных цветов я использую опрыскивание по листу. Почему именно так? Потому что через листья растения могут быстро получить азот, особенно если корни ослаблены или если растение болело. Я беру примерно 5 граммов карбамида, это 1 чайная ложка без горки, на литр теплой воды. Вода должна быть чуть теплая, но не горячая, около 25-30 градусов. Размешиваю тщательно, чтобы ни одной крупинки не осталось на дне. Раствор должен быть абсолютно прозрачным. Потом переливаю раствор в пульверизатор, лучше всего мелкодисперсный, чтобы капельки ложились, как легкий туман. Опрыскиваю листья только утром или вечером, когда солнце неактивно, чтобы избежать ожогов. Очень важно, чтобы раствор ложился не каплями, а тонкой вуалью. Так питательные вещества лучше впитываются, и листья не страдают. Не забываю пройтись и по нижней стороне листьев. Именно там у многих растений находится устица, через которые они активно впитывают влагу и полезные вещества. Особенно хорошо на такую обработку реагируют фиалки, герании пеларгонии, фикусы, хои, спатифилумы, замиокулькасы. Важно, опрыскиваю только по здоровым листьям. Если есть какие-то признаки болезни или вредителей, сначала лечу, потом подкармливаю. А если цветок только пересадила, то жду 10-14 дней, пока он адаптируется, а уже потом даю первую подкормку. Иногда, если растение сильно ослаблено, делаю и корневую подкормку. Та же самая пропорция. Чайная ложка на литр воды, но поливаю не под сам корень, а по краю горшка. На один средний горшок диаметром около 12-14 сантиметров уходит примерно 100-150 миллилитров раствора. Этого вполне достаточно, чтобы подкормка была эффективной и не вызвала переувлажнения или ожога корней. Подкармливаю раз в 2-3 недели, не чаще, и обязательно чередую с другими подкормками, чтобы не было перекоса. А как с садовыми цветами? Вот тут начинаются отличия. Если в комнате все аккуратно и дозировано, то в саду масштабнее. Карбамидом я обрабатываю пионы, розы, особенно в начале сезона, георгины, хосты, гладиолусы. Весной, когда еще холодно, я не опрыскиваю, а вношу в почву, рассыпаю карбамид вокруг куста, примерно 10-15 граммов на одно растение. Аккуратно рыхлю и проливаю теплой водой. Это дает мощный толчок росту. Когда становится теплее, начинаю опрыскивать по листу. Та же концентрация – 5 грамм на литр воды. Лучше всего проводить обработку утром в пасмурную погоду или ближе к вечеру. После дождя идеальное время, когда листья чистые, а почва влажная. У садовых цветов еще один плюс. У них больше пространства для корней. Почва регулярно обновляется дождями и поливом, и поэтому излишки азота быстрее уходят в глубину, не причиняя вреда растению. Даже если немного переборщить с дозировкой, уличное растение чаще всего справится само, особенно при хорошей аэрации почвы. А вот у комнатных совсем другая история. Корневая система у них ограничена размерами горшка, почва быстро насыщается и медленно обновляется. Любая лишняя доза удобрения может привести к ожогу корней, засолению субстрата и даже угнетению растения. Поэтому при использовании карбамида в домашних условиях нужно быть особенно аккуратным. Точно соблюдать дозировку, не увеличивать частоту подкормок и обязательно чередовать с другими видами удобрений. Мои наблюдения и маленькие хитрости. 1. Не совмещаю карбамид с кальцием. Карбамид и кальциевые удобрения, такие как кальциевая селитра, вступают в химическую реакцию, которая может привести к образованию аммиака и потере азота. То есть эффект от подкормки будет либо слабым, либо вообще бесполезным. Кроме того, это может негативно сказаться на корнях и общем состоянии растения. Поэтому если я недавно подкармливала кальциевой селитрой, обязательно выжидаю минимум 10 дней, прежде чем использовать карбамид. Это правило я соблюдаю всегда, особенно у капризных растений, чтобы не рисковать их здоровьем. 2. Не использую карбамид в жару. Особенно в те дни, когда температура поднимается выше плюс 28 градусов. В такую погоду испарение идет очень быстро, и даже небольшие капли раствора, попавшие на листья, могут превратиться в мини-линзы и вызвать ожоги. Особенно это опасно при опрыскивании по листу. Вместо пользы растение получает стресс и повреждения. Поэтому я всегда жду, когда спадет жара или провожу подкормку рано утром, когда еще прохладно или ближе к вечеру, но только если температура к этому времени уже снизилась. 3. Не храню разведенный раствор. Делаю каждый раз свежий, потому что уже через несколько часов в воде начинаются изменения. Часть азота может испаряться, особенно если раствор стоит в теплом месте. А еще в нем может начаться развиваться микрофлора, особенно если вода не кипяченая. В результате эффективность такой подкормки снижается, а в худшем случае она может даже навредить растениям. Поэтому я всегда готовлю раствор ровно на один раз. Столько, сколько нужно на конкретную обработку. Остальное просто не храню. Лучше лишний раз развести заново, чем рисковать здоровьем моих зеленых любимцев. 4. После обработки листья становятся гладкими, блестящими, как будто кто-то их полировал. 5. И что самое главное, растения после подкормки как будто просыпаются, начинают расти, листья выпрямляются, появляется жизненная сила. Еще немного о безопасности. Карбамид хоть и считается мягким удобрением, но это все же концентрат. Поэтому работаю в перчатках, не храню рядом с пищей и обязательно убираю подальше от детей и животных. А еще всегда читаю инструкцию на упаковке, потому что производители бывают разные и концентрация может отличаться. Важные советы напоследок. Если у вашего растения много зелени, но нет цветов, возможно вы переборщили с азотом. Переходите на фосфорно-калийные удобрения. Если растение бледное, вялое, плохо растет, скорее всего ему как раз не хватает азота. Тут как раз и поможет карбамид. Не бойтесь его, но и не переусердствуйте. Кстати, чтобы не делать раствор на глаз, я прикидываю объем заранее. Например, если у меня 5-6 средних горшков, и я знаю, что на каждый уходит по 100-150 мл раствора, то общее количество мне нужно около 600-800 мл. Лучше развести чуть меньше, и при необходимости сделать еще чем вылить остатки. А если планирую и опрыскивание, и полив, то отдельно считаю объем на пульверизатор. Обычно литр хватает на 10-12 растений и на подкормку под корень. Так раствор не пропадает и все идет в дело. Растения довольны и я спокойна. Вот такая у меня история с этим удобрением. Знаете, я часто ловлю себя на мысли, что уход за растениями – это как отношения. Нужно чувствовать, наблюдать, не спешить и не перегибать. И тогда они обязательно ответят нам красотой и благодарностью. Попробуйте сами, если еще не пробовали, и расскажите потом, как у вас получилось. Обожаю читать ваши комментарии и делиться опытом. А если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. У нас тут уютно и по-доброму. До новых встреч!